Центром экономических событий сегодня стал Брест. Второй экономический форум собрал порядка 350 инвесторов и бизнесменов из 18 стран мира. Сферы совершенно разные. Бресту есть, что предложить. От пищевой промышленности и строительства до туризма и IT-направления. Пожалуй, самый весомый плюс Бреста – географическое расположение. Город называют европейским перекрестком. И это не просто красивая метафора, это реалии. В прошлом году мы заключили договор порядка на сумму в эквиваленте 2 миллиона долларов. И здесь, в преддверии тысячелетия, мы решили эту тему продолжать. Потому что праздник праздниками, а реальная жизнь, реальная экономика, она, в принципе, это наша повседневная задача. Поэтому то, что прибыло сегодня у нас 18 стран, то, что порядка 40 делегаций, и то, что уже сейчас планируется к подписанию 21 контракт, соглашение, это, в принципе, уже успех. Поэтому, наверное, это хорошая преамбула, преддверие самих праздников тысячелетия. Именно экономика, именно реальное отношение между городами-побратимами, между городами-партнерами. Всего в форуме приняли участие порядка 40 делегаций. На двух этажах фойегу Располкома была организована масштабная экспозиция товаров и услуг брестских предприятий и организаций. Здесь существует принцип показать все то качественное и нужное, чем мы богаты. Эта своеобразная формула поможет брестским бизнесменам сделать бренды более узнаваемыми и продаваемыми. Возьмем пищевую промышленность. Берестейский пекарь – продукция предприятия широко известна жителям области и страны. Продвижению отечественного бренда в ближнее и дальнее зарубежье поспособствует второй экономический форум. У нас огромный ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий. В частности, это продукции замороженные, заморозка у нас есть, кондитерские изделия с длительными сроками хранения. Также у нас в ассортименте есть представлены импортозамещающие продукции, аналога которых нет в Республике Беларусь, у берестейского пекаря есть. Конечно, туризм – одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Бреста. Так как показывает практика, гости в наш город едут не только за эмоциями и впечатлениями от местных красот, но и за здоровьем. Новое направление на форуме – медицинский туризм. Диаптронтерапия называется. Очень хорошо востребована в косметологии, в хирургии, в травматологии, в лор-болезни. Мы ждем большой приезд к нам отдыхающих, потому что это самое минимум, что мы можем предоставить, а все остальное, пожалуйста, будьте добры, приезжайте, мы всегда очень рады. Вторая часть форума – заседание. Особо не формализовывалось официальными докладами. После презентации Бреста состоялась церемония подписания выгодных договоров – более трех миллионов долларов. На такую сумму сегодня скрепились подписями соглашения. Подписан 21 документ в сфере промышленности, транспорта, технологий, образования, культуры. Что касается туризма, Брестский грузполком и администрации районов заключили соглашение о взаимодействии с регионами из Польши, Латвии, Болгарии и Грузии. Туристическое направление. Мы рассматриваем приглашение граждан Белоруссии в Грузию, развитие наших совместных взаимоотношений и также приглашение грузинских граждан в Белоруссию для укрепления дружеских отношений и туристического потока. Мы приехали, посмотрели ваш город, очень нам понравилось. Так что, я думаю, это не первый раз. И еще наших друзей, товарищей посоветуем, я думаю, что еще ни один раз не приедем к вам. Мы подписали соглашение для сотрудничества в области туризма, социалного политика, социально-экономическое сотрудничество, но я думаю, что не имеем еще возможности. Может быть, огромный торговский обмен. У меня, моя муниципалитета, въезд очень сильно развита сельскохозяйственное производство. Наши народы очень близкие. Я думаю, что здесь для нас, болгаров, очень приятно, очень интересно и экономически изгодно. Соглашение о сотрудничестве также было подписано и между городскими субъектами хозяйствования, двумя университетами и научно-технологическим парком о создании в городе единого IT-кластера. К этому шли многие разными путями, разными дорожками. Теперь это просто объединяется в одну. То есть, если мы возьмем технический университет, то в следующем году кафедре искусственного интеллекта будет 25 лет. То есть, они шли к этому пути 25 лет. Мы шли чуть меньше. IT-компании кто-то 10, кто-то 15 лет. Но в итоге все сходятся к одному, что нужно формировать сообщество, которое будет развивать город именно с точки зрения IT. Каждая из скрепленных подписями соглашений – это залог дальнейшего развития межрегиональных и международных связей и наращивания потенциала, а значит и развития городской экономики. То, что мы уже в рамках форума обсуждаем новые точки роста, я имею в виду IT-шный наш сектор, туристический сектор, то есть не только промышленность, наверное, говорит о том, что мы должны соответствовать и в вопросах экономического взаимодействия вызовом времени и тем приоритетным задачам, которые само по себе диктует нас это же время.